Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Ольга Глебова, компания Битховен. Здравствуйте! Добрый день, Сергей! Добрый день! Рады принять участие и поговорить немножко с вами. А как мы рады? Мы с вами уже встречаемся не первый раз, что очень радостно. Мы видим в динамике, как растет и радует своих покупателей Битховен. Давайте немножко о компании, может поделитесь какими-то интересными моментами. Ну, компания недавно в современном своем виде отметила 12-летний праздник с момента, собственно, создания объединенной сети в том формате, в котором она является сейчас. Плюс мы прирастаем новыми магазинами, в том числе за счет франчезии, чем очень гордимся. Мы недавно вышли в Калининград и скоро готовится открытие в Ростове-на-Дону. То есть, собственно, продолжаем радовать новых клиентов и удерживать и продолжать быть лояльными для существующих клиентов. Это в то время, когда люди говорят, что оффлайн уходит и так далее. Битховен продолжает радовать своих покупателей новыми магазинами в разных точках нашей необъятной страны. Это замечательно. И это очень важный вопрос, потому что огромное количество разных отраслей сейчас пошли на спад из-за всем известных событий. Насколько отрасль животных и товаров для животных сейчас просела или наоборот поднялась, или не сдала ее просто позиции? Вы знаете, ну, конечно, как и продуктовые сегменты рынка в марте, мы почувствовали волнение и определенные закупки впрок, что отражалось на результатах по апрелю. Но в мае уже ситуация возвращается, клиенты возвращаются, конверсия в продаже растет. Плюс Битховен является омниканальной сетью. Таким образом, мы не только представляем розничные магазины, но и представлены в онлайне, и через свой сайт, и через мобильное приложение. Мы работаем с сервисами быстрой доставки, мы работаем с маркетплейсами. То есть, в принципе, наш клиент может найти нас в том месте, где ему удобно совершать покупки. С точки зрения розничных магазинов, в сегменте зоотоваров они будут продолжать оставаться востребованными, поскольку людям необходимо получать квалифицированную рекомендацию от профессионалов своего дела. У нас очень сильные учебные центры внутри компании, и поэтому эксперты, которые работают в магазинах, они гораздо больше, чем просто продавцы. Они действительно эксперты, к которым приходят люди и получают ответы на все свои вопросы. Это и касается момента, когда человек только завел животное, и касается моментов, когда необходимо, например, перевести на другой корм, или выбрать тем более в оффлайне какие-то аксессуары, или руками пощупать игрушку, которым человек хочет порадовать своего домашнего питомца, и на самом деле себя заодно. Потому что мы знаем прекрасно, что домашние животные являются тем самым драйвером хорошего настроения для каждого члена семьи, в которой они живут. Конечно, не один уже спикер сказал, что самое главное – это люди, и в любом кризисе всегда побеждает тот, кто сохранил холодную голову, и все будет хорошо, и животные нам в этом помогают находиться в ресурсе. Расскажите, пожалуйста, о каких-то моментах, которые, может быть, чувствуют просад, потому что мы понимаем, сейчас логистика в легком шоке была какое-то время, и какие-то компании перестали с нами работать, что-то привозить. Вот, например, как чувствует себя зоокорма? Сейчас есть ли какие-то проблемы? Может быть, нет? Да, я скажу, что на самом деле проблемы в этой категории, они, в принципе, были и с прошлого года, ввиду определенных ограничений, введенных в том числе государственными органами, санкции в этом сегменте были применены гораздо раньше, чем мы можем говорить о них сейчас. Но, тем не менее, отрасль адаптируется, поскольку, в принципе, выбор для клиентов достаточно большой. Мы работаем на клиенты в аудитории и средний, и средний минус, и премиум, и супер премиум, то есть, в принципе, мы стараемся под каждый клиентский сегмент представлять свою категорию товаров, и клиент может выбрать у нас то, что ему подходит по его ожиданиям, по его потребительским способностям, и, соответственно, покупательским способностям, как бы, по его корзине потребления, да, то есть, соответственно, мы представляем вот этот выбор, чем очень гордимся. С точки зрения текущей ситуации, мы в том числе ввели в ассортимент российские корма, поэтому потребитель может и с ними ознакомиться и предложить их животному, но, вы понимаете, в категории товаров для животных гораздо важнее содержание, наполнение того товара, который покупает хозяин этого домашнего животного, потому что хозяева покупают условно упаковку, а животное выбирает наполнение, и важно найти тот самый баланс, который будет каждому по карману, по вкусу и для удовольствия, и не забывать обязательно животным покупать лакомство, потому что мы себя иногда радуем, а в сложных ситуациях особенно хочется радовать, и не забывать радовать питомцев разных, не обязательно кошек и собак, хотя это в структуре продаж у Бетховена, конечно, ключевая, ключевой процент в общем товарообороте, но, тем не менее, у нас есть все и для птиц, и для грызунов, и для рыбок, и, в общем, приходите, найдем для всех, ну, кроме, может быть, сельскохозяйственных животных, хотя по запросу и это решим. Замечательно, спасибо большое за интересное общение. Спасибо вам, Сергей, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok